Вы уже знаете, как ходят фигуры, а сейчас давайте поговорим о взятии. В шахматах фигуры умеют брать или, как иногда говорят, съедать фигуры соперника. Для этого вы просто должны передвинуть свою фигуру на поле, где стоит фигура соперника, убрать фигуру соперника с доски и занять своей фигурой ее место. Взятая фигура покидает доску и больше не возвращается в игру. Давайте разберем следующий пример. Например, белый ферзь может взять черную пешку, но после этого конь черных может забрать ферзя белых. Взятие фигур соперника – важная часть шахматной партии, но вы не должны забирать фигуры соперника, если вы считаете этот ход невыгодным. Конечно, если вам удастся выиграть много фигур соперника, обычно это облегчает путь к победе. Как обозначается взятие при записи партии? Чтобы обозначить взятие, на бланке пишется фигура, которая совершает взятие, в данном случае белый ферзь. То есть мы пишем букву «ф» за главную букву «ф». Затем пишется двоеточие, знак, который обозначает взятие, и далее поле, на котором совершается взятие. В данном случае мы напишем «ферзь бьет е6». Знак двоеточия можно опустить и написать просто «ферзь е6». Еще один вариант записи взятия. В данном случае после взятия пешка превращается в ферзя. Поэтому запись будет выглядеть следующим образом. «b» бьет «a» ферзь. То есть сначала мы напишем вертикаль, на которой стоит пешка. В данном случае это вертикаль «b». Затем вертикаль, на которую переместится пешка после взятия ладьи. Это вертикаль «a». И затем мы напишем фигуру, в которую превратится пешка после взятия ладьи. Запись будет выглядеть следующим образом. «b» бьет «a» ферзь. Так как знак двоеточия можно опустить, этот ход можно записать «b» а ферзь. А сейчас ваша очередь потренироваться во взятии вражеских фигур. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!